Много спорта не бывает. Сразу две спартакиады проходили на днях в спорткомплексе Кимберлит в Мирном. Главные соревнования трудовых коллективов Алроса и состязания дорожных управлений федеральной трассы Вилюй собрали десятки спортсменов из Западной и Центральной Якутии. Чьи команды оказались лучшими, расскажут наши коллеги. Четвертый год подряд в республике проходит спартакиада дорожных управлений федеральной трассы Вилюй. Свои команды выставляют почти все районы, через которые проходит эта магистраль. В прошлом году ее победителем стала команда Мирненского управления автомобильных дорог. Именно поэтому нынешние соревнования проводили в спорткомплексе Кимберлит Алмазной столицы. Сильнейших выявляли в семи дисциплинах. У нас своя спартакиада, компания проводится, всякие мероприятия спортивные, городские проводятся. И у нас уже сформировался свой спортивный коллектив, то есть косяк у нас есть, который уже выступает. Этажом ниже проходил очередной этап спартакиады Алроса. Работники компании выявляли сильнейших гиревиков. Подразделения выставили более десяти команд. Участникам предстояло бороться в десяти весовых категориях. За сборную КСК выступал Андрей Меркулин, мастер спорта по гирям с 30-летним стажем. Здесь он был главным судьей, но удержаться от участия не мог. Это универсальный вид спорта. Здесь работают все группы мышц. Практически все работают. Не зря в городе Белгороде в школьную программу по физкультуре вели гиревой спорт. Там малыши со второго класса поднимают уже гирю. Упражнения в них рывок. То есть практически весь корсет мышный формируется. Уравниваются различные сколиозы. Ну, такой довольно универсальный вид спорта, очень хороший. И тренируется хорошо с сосудной системой, нервной системой. По итогам соревнований лучшими гиревиками стали представители МСМТ. На втором месте КСК, на третьем автоваза Миринского комбината. В спартакиаде дорожных управлений трассы Вилюй победила команда Вилюй-Автодора, опередив сборную Миринского управления автомобильных дорог всего на один балл. Роман Муконин, Илья Засухин, телеканал «Алмазный край».